здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня я вижу я вам покажу что я вижу и расскажу как я это делала вот в общем собрала я нитки и решила связать теплый жилет трансформер нитки все в синим цвете вот смотрите сейчас я вам схемку как бы расскажу в принципе вязания это популярный жилет из интернета вот я сначала нашла вот эти пять цветов и скомбинировала тут два цвета смотала в общем лишь и думала что мне хватит вот и набрала 165 петель и вязала как бы платочной вязкой вот про размер я сейчас чуть попозже расскажу вязала разделила там судя по тому какие у меня клубки были я решила что правильно разделила но вот вязала вязала я это полотно думала он меня весь такой из пяти цветов будет но тут я уже довязала как бы связала вот эту спину и тут у меня начали заканчиваться нитки дальше девчонки вот этот мой петчворк так называемый я уже нарывала из всех остаток ниток которые хотя бы по тону хоть чуть-чуть подходят то есть тут я уже девчонки тут определенной схемы на уж это все дела нету тут у меня допустим смотрите тут закончились эти нитки я начала вязать полосу эту другими нитками потом эти закончились начала этими тут в общем по мере того как заканчивались нитки я добавляла всем даже вот смотрите вот малюку маленькие такие клубочки остатки все я сюда ввязала и вот получилось как бы каждую полосу я добавляла другим цветом чтобы хоть как-то его закончить этот жилет вот вот такой формой он то есть обычный квадрат сейчас я вам расскажу как бы ну сам принцип вот это что я связала еще у меня вот такие вот пуговки я хочу его сделать застегиваемся потому что хочу носить под куртку чтобы мне было тепленько вот такие тоже чё нашла пуговицы ну думаю раз у меня жилет разноцветные пусть и пуговки будут разноцветными поэтому вот тут на светлая я такую темненькую наверное поставлю это я еще подумаю вот вот так вот примерно нет сюда темную сюда светлые вот примерно так вот сделаю еще обвяжу по периметру крючочками сделаю здесь и из воздушных петель на эти дырочки вот а сейчас я вам расскажу потом результат вам конечно же покажу сейчас я вам расскажу сам принцип как бы проверка камеры так значит так набрала я 160 петель вот видите вот этот квадрат который я вязала тут у меня дырки на рукава вот сейчас я вам даже буду показывать вот они дырочки на рукавчики на рук мои вот всего набрала 165 петель произвольно разделяла эти полосы не думаю что вы будете полосами вязать так как я это я решила использовать все свои остатки поэтому если хотите пожалуйста это ваш выбор просто у меня получилась опять истерия его слепила из того что было значит провязала 68 рядов платочной вязкой видите полотно потом его просто тут средний 30 петель закрыла 84 оставила 30 петель закрыла 51 оставила как бы на вот этот город всего 296 рядов то есть в одном ряду закрыла следующем набрала то есть это дырка как бы она без никаких рельеф вот смотрите у меня нитки все с узелками затягивала без рельефов то есть тут закрыла я эти 30 петель тут оставила ой набрала значит далее провязала вот ориентировочно девчонки по размеру вот ориентир у нас ширина плеча вот здесь вот то есть расстояние между двумя рукавами все остальное допустим у меня вот эти полочки 184 ряда на 68 то есть я хочу чтобы она вот это вот это заходила на на ту как бы вот так вот перекрывала ее немножечко то есть было длиннее вот а что касается размера то смотрите у вас должно быть вот здесь вот между рукавчиками ваша ширина плеча чтобы как бы ориентироваться все все остальные мерки вам не нужны как бы потому что там она уже все ложится как как хочет значит здесь у меня 40 сантиметров ширина плеча опять же я закрыла эти 30 84 оставила на ниц 30 закрыла 51 оставила и опять же набрала и довязала 84 ряда вот вот такое полотно у меня получилось 96 сантиметров в длину и 92 как бы в ширину то есть внизу там будет такой угол то есть она не полностью с запахом это жилеточка плотность вязания 36 рядов на 19 петель нитки плотность я вам девчонки не скажу потому что я там сматывала и в два и в три я подбирала как бы ну чтобы подгонялась чтобы одни одной плотности были спицы у меня были 4 миллиметра но тут опять же девчонки зависит от того не важно не обязательно чтобы у вас были была такая пряжа такие спицы просчитайте вот примерно как бы по плотности то есть свяжите образец примерно длину вы считаете сколько вам надо петелечек набирать ну и соответственно потом вы по образцу по плотности вязания вычислите сколько вам нужно вязать в длину вот такая простая и дешевая вещь из остатков у меня получилось а я смотрю по интернету этот жилетик очень очень популярен не знаю как он будет в носке я жилеты люблю девчонки под куртку потому что мне потом не уплотняет куртка рукава вот сейчас я его возьму крючочком обвяжу по периметру просто столбиком и вот здесь вот сделаем петелечки потом пришью пуговки и покажу вам что у меня получилось вот вот смотрите что я делала со своей жилеткой я ее обвязала столбиком без накида по периметру как я вам говорила и вот здесь вот на правой полочке сделала дырочки 4 воздушных петель то есть просто вязала столбик потом 4 воздушные петли оставила пространство такое вот и далее вязала то есть вот такие вот дырочки я сделала обвязала как бы пройму тоже столбиком фиолетовыми ниточками и пришила пуговки вот так вот я их распределила по цветам разноцветные которые я потом буду застегивать вообще в идеале этот жилет как бы в интернете вернее он как позиционируется как трансформер у меня это не будет трансформер то есть я его не буду носить другой стороной планирую только этой стороной носить хотя если попробовать этой у меня не получится потому что у меня узелков много но было бы тоже неплохо если бы вот такой вот большой воротник так что как трансформер если вы будете вязать однотонный или если будете вязать не из остатков ниток то в принципе этот вариант тоже как бы как трансформер он подойдет но видите какой результат с изнанки у меня здесь поэтому я себе этого позволить не могу вот сейчас я одену на манекенчик и мы посмотрим вот смотрите что у меня получилось результатом я довольна девчонки так что этот вариант интернета вполне приемлемый и симпатично смотрится вот смотрите какой такой воротник получился и вся моя жилетка из остатков думаю все получилось вот пуковки мои разноцветные вот и все девчоночки с вами была вика и школа рукоделия ставьте лайки подписывайтесь всем пока пока